Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях среды 3 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В Сочи снова портится погода. Представителям городских предприятий напомнили о правилах безопасности. На грани отключения жители сразу трех-семи этажек в Сочи могут остаться без света. В Сочи выводят новые породы рыбы. Парелеводческое хозяйство возобновляет опыт селекции с 10-летней историей. Поезд победителя уехал в Сочи. Владимир Саруханян стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской федерации. В Сочи снова портится погода. Уже в ночь на четверг ожидается усиление ветра, сильный дождь и даже град. О необходимости принять меры безопасности представителям городских предприятий напомнили сегодня на заседании комиссии ПЧС. Дождь ожидается незатяжной, но сильный одномоментно может выпасть большое количество осадков. Поэтому есть риск подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а также сход силей в горных районах. Над морем могут сформироваться смерчи, поэтому важно принять все меры предосторожности. Все силы и средства города приводятся в повышенную готовность к реагированию. Просьба к жителям и отдыхающим без необходимости на личном транспорте не выезжать, с маршрутов туристических вернуться на базы дислокации, не ставить машины под деревьями, которые могут из-за ветра обрушиться и нарушить технику. В ближайшие двое суток стоит также воздержаться от отдыха у воды и в горах. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112. Сразу после обсуждения готовности к шторму подвели итоги масштабной тренировки. С 1 по 3 октября Сочи участвовал во всероссийских командно-штабных учениях по гражданской обороне. Учения охватили весь спектр возможных неблагоприятных происшествий. Буквально накануне спасатели и специалисты Сочинского национального парка учились вместе тушить лесные пожары, причем с применением вертолетов МЧС. Знания у ответственных сотрудников городских предприятий есть. Необходимо научиться в чрезвычайной ситуации действовать не только грамотно, но и сообща. В работе по вопросам гражданской обороны и защиты населения, а участвуют в том числе и предприятия категорированные, и не только, все спасатели на службу вне зависимости от форм собственности. Всегда есть люди, которые неравнодушны и добиваются определенных успехов. Понятно, что мы это видим, поддерживаем, подтягиваем остальных, кто не в полном объеме выполняет те или иные функции. Отличившихся во время всероссийских учений наградили благодарственными письмами главы города Сочи. На грани отключения жители сразу трех семиэтажек в Сочи могут остаться без света, а избежать печальной участием сегодня помогают власти города. Прекратить подачу электроэнергии на трансформаторную подстанцию, от которой питаются дома номер 194 с дробями 3, 15 и 16 на Пластунской, ресурсоснабжающая организация должна по закону. Собственник ТП умер, родственники отказываются принимать в наследство оставшиеся за ним долги. И пострадать из-за этого могли бы жильцы трех семиэтажек на КСМ. Ситуацию вмешалась администрация, чиновники сами приехали к жителям и пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций. В процессе встречи стало понятно, что ситуацию можно исправить. Первым шагом является смена владельца ТП. То есть на сегодняшний день на эти три дома запитана электроэнергия и существует только лишь один договор с лицом, который ныне умер. Поэтому им в свою очередь необходимо каждому из объектов недвижимости создать свою форму управления и уже обратиться в данные ресурсоснабжающие организации на предмет смены владельца. Ситуация осложняется тем, что дома были построены незаконно на участках под ИЖС. Два из них застройщик через суд узаконил. Для одного из домов была построена ТП, к которой впоследствии подключились и остальные. Теперь жильцы, если они еще этого не сделали ранее, должны обратиться в суд за признанием права собственности на объект недвижимости и в правоохранительные органы за признанием себя потерпевшими из-за недобросовестного застройщика. И только после этого могут заключать договор с ресурсоснабжающей компанией. Теперь все зависит только от самих соученцев. Ведь пока ТП не переоформлено, долг за свет будет расти, что увеличивает шансы на скорое отключение электроэнергии. К другим новостям. Больше миллиона литров нелегального алкоголя изъяли из оборота на Кубани с начала года. Чаще всего подделывали спиртное в Туапсе, Армавире, Успенском районе и Сочи. Сегодня губернатор края в Геленджике проводит координационное совещание по борьбе с контрафактным алкоголем. Всю конфискованную продукцию хранят на специальных складах. Один из таких посмотрел Вениамин Кондратьев в городе-курорте. Только на нем находится около 50 тонн нелегальных горячительных напитков. Это и откровенные суррогаты, и опасные для жизни, и алкоголь, который продается без лицензии. Есть вот та самая негативная репутация наших курортов, в том числе и, конечно, Геленджика. И сегодня мы должны сделать все, чтобы репутация курортов наших, курортов Краснодарского края была на высочайшем уровне. А все это как раз ее и очерняет. Мы должны сделать так, чтобы фальсификаты и контрафакты на внутреннем рынке нашего региона не было. И мы должны конструктивно найти меры. И такой алгоритм, который раз и навсегда поставит точку в вопросе суррогаты и контрафакта в Краснодарском крае. Для курортного региона вопрос регулирования рынка алкоголя – один из важнейших. Механизмы по борьбе с контрафактом разрабатываются совместно между всеми ведомствами. Участие в совещании принимают прокурор региона, начальник полиции Краснодарского края и главный следователь Кубани. В Сочи будет реализован проект по развитию полосы отчуждения железной дороги. Его планируют представить на российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в середине февраля. О проектах, которые курорт будет представлять на инвестфоруме в студии программы «В курсе», которая выходит на канале ФКТ, рассказала директор департамента экономики и стратегического развития администрации города. На форуме презентуют проекты по развитию Лазаревского района, которого почти не коснулись инфраструктурные изменения, которые претерпел город в период подготовки к зимним играм. Это будут проекты по комплексному развитию территории. В планах и совместные проекты с РЖД. Железная дорога – это наш железнодорожный фасад города. Это то, что видит наш с вами турист из вагона поезда. И, конечно же, вся территория вдоль железной дороги, она должна соответствовать. Мы предполагаем, что будут реализованы, если не несколько, то один проект точно совместный с РЖД, как раз предусматривающий развитие полосы отчуждения железной дороги. Также Милина Попова добавила, что в Сочи закончился бум быстротечных инвест-вкладов под жилищное строительство. Сегодня в город пришли инвесторы другого качества. Бизнес готовый вкладывать в развитие Сочи, социально ориентирован. Ну а полный выпуск программы «В курсе об инвестиционном климате на курорте» смотрите на нашем канале в конце недели. В Сочи выводят новые породы рыбы. Адлерское форелеводческое хозяйство возобновляет опыт селекции с 10-летней историей. Уже в следующем году появятся несколько тысяч особей, идущих на нерест весной и в августе. Сейчас, кстати, на заводе ведется активный процесс доения в том, что рыб можно доить, убедилась Татьяна Говоркова. Около 300 бассейнов адлерского форелеводческого хозяйства всегда заполнены рыбой. Иначе быть не может, ведь это племенное хозяйство. Основной вектор предприятия, как я сказал, это обеспечить импортозамещение рыбопосадочным материалом всех рыбоводческих хозяйств России. В хозяйстве выращивают пять видов форели. Радужная, янтарная, камлаопс, форель Дональдсона и стальноголовый лосось. Все они нерестятся на протяжении девяти месяцев в году, и только три рыба отдыхает. В год за время нереста здесь получают около семи тонн икры. Форель, выращенная в искусственных условиях, не может самостоятельно от нереститься, поэтому специалисты проводят так называемую дойку. Сначала рыбу помещают в анестезирующий раствор, чтобы ее обездвижить и привести в так называемое сонное состояние. Сама процедура происходит при соблюдении строгих правил предосторожности. Для того, чтобы не навредить рыбе, не нанести ей ожогов, надеваются специальные перчатки, поскольку температура тела человека гораздо выше, чем у рыбы. С одной особи можно получить до трех тысяч икринок. Производственная мощность форелевого хозяйства – порядка 40 миллионов живой икры на стадии глазка. Часть пойдет на реализацию, а другая отправится в питомник, где из икринок появляются мальки. На данный момент здесь находится личинка с желточным мешком. Буквально на этих выходных мы разложили уже эту икру, и уже здесь маленький, скажем так, малек, еще пока не сформировавшийся, пока желточным мешком, но это уже будущая рыбка. За сезон можно получить до 60 миллионов мальков форели. Когда они набирают в весе от 5 до 15 граммов, их отпускают в водоемы, чтобы через пару лет эти рыбы смогли дать потомство. Сейчас на заводе специалисты формируют новую породу рыбы – августин. Она сможет идти на нерест в августе при высоких температурах, что не характерно для обычной форели. Наши старые сотрудники, которые здесь работали, они проводили такие исследования, наработки. Выбирали особи, которые нерестились при высоких температурах. То есть формировалась отдельно группа этих особей и велась. То есть наработки уже есть, то есть все уже сделано. Осталось только дело за малым, то есть пригласить науку и продолжить исследования. Сейчас селекционеры планируют запатентовать августина. Параллельно ведется работа и над формированием еще одной группы форели – весенней. Этих рыб планируется выпустить во взрослую жизнь в следующем году. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 4 октября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 20, 22 градуса выше нуля. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Лидер, леди, лицеист. Пилотный проект специального девичьего класса в гимназии номер 15 набирает свои обороты. На этот раз темой урока в пятом Л-классе стали азы успешного ведения бизнеса. Как быть женственной и успешной, девочкам рассказали состоявшиеся представители профессионального сообщества. Как быть лидером и вести бизнес на высшем уровне, при этом не забывая о своем женском предназначении, точно знает предприниматель Елена Тимиргалиева. Об этом на специальном уроке она рассказывает ученицам пятого Л-класса. Подобные примеры и должны служить ориентиром для юных благородных девиц, считают создатели проекта. Женщина – это хранительница очага. Но мы хотим, чтобы они были не домохозяйки, как сейчас модно, не работать, сидеть дома и при этом не очень хорошо воспитывать детей. А мы хотим, чтобы они были социально направленные женщины. Поддерживают подобные встречи и родители гимназисток. Первый месяц учебного года уже дает свои результаты. Девочки стали целеустремленнее, заметно пополнился набор их практических навыков, качественно возрос уровень знаний. Оказалось это предложение интересным. Мне кажется, что девочки здесь могут как-то самореализоваться. Они очень дружно между собой общаются. К ним приходят специалисты, которые интересны непосредственно девочкам. Что касается опасений по поводу отсутствия мальчишек в классе, то на этот счет в женском коллективе переживаний нет. Как показал опыт бесшаловливых представителей пола сильного, прекрасной половине в этом возрасте живется лучше. Мне очень нравится учиться в этом классе, потому как нет мальчиков, дисциплина более спокойная и уроки предметы усваиваются лучше. Но насколько особенным не было бы обучения в пятом Л-классе, общешкольные традиции здесь поддерживают в обязательном порядке. Полонез, минуэт, гавод и конечно вальс. Все это о празднике посвящения в лицеисты, который в гимназии номер 15 проходит каждый год. Отныне лидеры и леди пятого Л-класса стали теперь еще и полноправными лицеистами. Уже на следующий год подобные профильно девичьи классы могут появиться не только в 15-й гимназии. Настолько проект понравился многим сочинцам. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Дети-киборги приехали в Сочи. Эту поездку они выиграли в конкурсе видеороликов от инновационного центра «Сколково-моторика», где им установили современные протезы. Восьмилетняя Настя Краснова с рождения управлялась только одной рукой. Этим летом сбылась давняя мечта. Вот этот ролик ее родители сняли по просьбе протезного предприятия. Специалисты объявили конкурс. Им важно было увидеть, как дети наловчились пользоваться современными протезами, увидеть их суперумения, успехи. Мы решили попробовать, может быть в чем-то ей будет удобнее. Действительно удобнее одеться даже. Она может себе подержать кофточку, молнию застегнуть, подержать, шапку одеть двумя руками. Теперь в портфель сложить предметы школьные, умел, может держать, писать на доске. Конечно, жизнь ребенка стала комфортнее, как, собственно, и жизнь Вики Дюбаковой из Омска. У нее два ручных протеза. Помогали купить всей страной, так что теперь девочка и в шашки играет, и даже шахматы осваивает. Помогает Вике и Насте Славе Коболь из Казахстана. Тоже не так давно с новым ручным помощником. Мамы радуются. Это новый уровень технологии, причем отечественной. Искусственный механизм приводится в действие оставшимися ручными суставами. За границей такие протезы стоят безумных денег. Они ведь даже помогли ей не просто жить, а адаптироваться в этот мир. Другой один посмотрел, другой посмотрел. А что ручек нет, а что пальчиков нет, а теперь все есть. Портфель есть чем взять. У них игрушки на вот этих протезиках, у них часы. Вот так обычных детей в Сколково превращают в супергероев. Их благодарность и за руки, и за поездку в Сочи в одном искреннем слове. Спасибо! Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинская турбаза стала центром профилактики вредных зависимостей. В Адлерском районе собрались все, кому интересна здоровая и активная жизнь. На одной площадке собрались студенты большинства учебных заведений Сочи, начиная от средних, профессиональных до высших программ. Включала в себя научно-познавательные беседы и спортивные мероприятия. К примеру, сотрудники Кавказского заповедника объяснили правила поведения на заповедной территории. Закончилась встреча экологической игрой, в ходе которой студенты узнали много интересных фактов об окружающей их природе. Ребята смогли проявить свои интеллектуальные способности во время игры «Что, где, когда». В качестве приза победители получили сертификат на игру «Мозговой штурм». Один день форума был полностью посвящен профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. В спортивной эстафете каждый смог проверить свою физподготовку. А личностный тренинг провела тренер всероссийского проекта «Ступени Дарья Комнатная». Очередной вечер профессионального бокса в Москве «Дерись и побеждай», который прошел 29 сентября, удачно завершился для сочинского спортсмена. Владимир Саруханян стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской федерации профессионального бокса. «Соперник был с Грузией, такой очень хороший парень, опытный, более 50 боев имел, половину из них он одержал нокаутами. Был опасный. И я чуть волновался очень сильно. Ну, хорошо, что подготовка у меня была очень хорошая. Очень хорошо, я так никогда в жизни не готовился, как в этот раз. Вот, очень хорошо подготовился. И в ринге я почувствовал сразу, что он сгорел, волновался очень сильно соперник, что он знал со мной. Боксирует. Я почувствовал, и сразу его начал бить печень. И он этот, как сказать, сразу пропустил удар, и я его начал добивать. И все закончилось очень быстро в первом раунде». Боксом Владимир Саруханян занимается с 13 лет. Пришел в этот вид спорта из футбола. Вслед за ним сменил Полин Оринко и его брат Ваги. В 2016-м он стал чемпионом Евразии и защитил титул в прошлом году в бою с соперником из Филиппин, у которого на счету не было ни одного поражения. Также Ваги взял чемпионский пояс в легком весе. «В 2017-м году было мне честь побоксировать за интернациональный пояс WBC. Проходил бой в Сочи, 4 августа было, в цирке. Соперник был из Бельгии, Хэдди Селемани, который был очень крутой. У меня была своя тактика. За 4 раунда я его немножко пообманывал, повыдергивал, и в пятом раунде я его нокаутировал в печень». Добиться результатов уверены спортсмены. Им удалось благодаря поддержке опытных тренеров спортшколы номер один. «На том бою, где мы участвовали, были представители, менеджеры. Это был Титов, это представители были мира бокса. Я думаю, что сейчас пройдет анализ определенный. Ждем предложений. Заинтересовались в Англии. Поэтому сейчас немножко нужно подождать время. Но вместе с тем продолжать занятия и готовиться к будущим победам». Теперь Владимира Саруханяна ждут интересные предложения в Лондоне. Возможно, уже в конце этого года сочинец представит наш город в турнирах с другими звездами профессионального бокса. В микрорайоне Макаренко в зале отделения джиу-джитсу 17-й спортшколы прошел мастер-класс от бойцов Союза ММА России. С ребятами пришли поделиться опытом восходящие звезды смешанных единоборств. Асхат Паскаев и Екатерина Приткина. Оба бойца обладают поясами чемпионов международных турниров по ММА и отлично владеют не только ударной, но и техникой борьбы. «Болевые и удушающие приемы и захваты для безоговорочной победы». Такой была тема семинара. Потом тренер Станислав Калмыков провел с ребятами занятия и дал желающим продолжить тренировки индивидуальные рекомендации. Ну и все новости уже на нашем сайте FKT.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok